Мимо такой интересной бутылочки, ведущей телература ютуба передачи, пищевой медосмотр, дед, между прочим, Степан Кондратьевич, конечно же, не мог пройти мимо. Ну и продавачка, моя любимая была, узрадована, кассу ей пополнил. Сейчас подробнее об этом расскажем. Ну, в начале, по традиции, сложившейся уже наши телература ютуба передачи, хотелось бы обратиться к вашим комментариям. Пан Ян Салтыковский пишет, дорогой Виталик, бомбить начал, да что такое, так дело не пойдет, где кастрюляка, где кострыща, где, наконец, винища, топорыща. Не знаю, кто такой Виталик, но у деда Степана всегда топорыща, про нем кострыща, здесь кострыляки. Ну, винища сегодня нет, правда, будет вот эта вот бутылочка, сейчас по ней вот. Ну и что насчет вот винища, дед Степан, между прочим, как настоящий советский офицер, всегда слегка поддат, слегка небрит. Вон, видишь, какая мочалка под носом выросла. Закусивать сегодня мы будем вот такой говядиной для завтрака. Дорогие мои человеки, начнем, начнем мы, так, ну, с цены, это естественно, да, в наше непростое время цена, конечно, очень много, говорят. Ну, вот это вот получилось у нас, дай бог памяти, почти 20 рублей. Это нольщемка, написано, что водка, нольщемка. I'll people smile in the family language. Мои познания этого хранцузского языка говорят, что people smile, это типа люди улыбаются, ну, французский язык так говорит, family language. Сами не знаю, что такое language языки, наверное. А, люди улыбаются на всех языках уже. Тут такой дядя у шляпы изображен. Ну, конечно, у меня-то шляпа красивейшая будет, с косичками. Пузик у него. Нашки такие по колену, гольфы, наверное, или гетры. Мой еще Джейксонберг. Водка, 40%, волум 0,7. 19,50, короче, почти 20 рублей. Ой, короче, типа израильская. Под Израиль работает. Судя по штуку, это ноль у Мишка. Водку у Люмишки стали катать. Я сразу подумал, неужели из Израиля промяком добралась? Надо деду Кондратьевичу попробовать. Ну, оказалось, не все так просто. Давайте зачитаю. Это, получается, инструкция по эксплуатации. Гласит, что здесь вода питьевая исправлена, спиртотиловая. Притом на русской мове написано. Ректификованный из Пишосорья Люкс сахар-фруктоза. Жиров 0 градусов. Изготовитель. И вот тут был весь секрет. Предприятие Славянские продукты. Беларусь, Витебская область. ЖП Шумилина. Вот так. Ну, ладно, за 0,7-ку почти 20 рублей. Какой-то непонятный, ну, типа, водки. Но, конечно, плохо, что не видно, да. А вот это потом я в другой магазин ходил, ходил, выбрал, выбрал. Смотрю, что такое. 8 рублей, дорогие мои, поглядите. Говядина для завтык. Вот в такой оригинальной упаковочке. И ключик тут присутствует для открытия, да. Вот. Потом зачитаем состав, и что это сделано. Так. Ну, как говорится, что тянуть шпица за яйца. Давайте приступать. Вот. Видите, паньян. Салтыковский. Вот. Тут что и здесь. У меня всегда все на готове. Открылась очень легко. Пробка пластиковая, да. Ой. Ничего тут нет. Никакого дозатора. Просто вот такая вот бутылка. Так, легкий какой-то спиртовой запах пошел. Ой. Вот так. Ну, троху насыпали. Будем по троху так, потому что, ну, чтобы для дегустации. Вы же понимаете. Так, ну, давайте вскрывать тогда вот эту говядину. Так, тут инструкция гласит, как вскрываться. Какую-то ленточку надо потянуть. А где-то ленточка. А, вот это. Вот тут. Вот, поглядите. Так, интересно, мудроная система. Я так понимаю, что надо ее подковырнуть троху топорышчем. Не, не. Нифига не ковырится. Так, завернуть ключом, значит. Давайте попробуем, как у деда это выйдет. Ой. Сейчас там начнет бомбить у комментариев, что я не под чем углом этот ключик заворачиваю. Ну, вот не цепляется он у меня. Не цепляется. Ну. Что, плоскогубцы, что ли, надо с собой носить? Не работает система ваша. Не работает система ваша. Ну, а что такое? Вот, шорти, что. Ее тут не хватает длины этого язычка, и он очень крепко запаян. Вы поглядите. Он очень крепко запаян, дорогие мои человеки. Ребята, трохи на заводе вы, глядите, делайте работу над ошибками, потому что тут только либо об глаз открывать, либо специально пилой, либо топорышчем. Ну, топорышчем, конечно, самое удобное. Выгружаем. Так, залипло хорошо, но все-таки, все-таки, вот, все, пусто. Пожалуйста. Полностью все выгрузил. Глядите, дорогие мои, любуйтесь. Это ключ для ускрытия крупным планом. А тут вот мы имеем следующую такую вот субстанцию. Давайте топорышим по плану. О, вот так вот. Ну что, красиво? Красиво, я не спорю. Давайте зачитаем инструкцию по эксплуатации. Говядина для завтрака. Говядина, водопечевая, желатин, комплексная пищевая добавка, хлорид натрия, фиксаторы краски, нитрид натрия, йод. Соль, поварная пищевая, ядированная, содержит вещество, препятствующую конкомванию, ферцинат, калия. Стабилизаторы, фосфаты, пищевые, сахар, перец шорный, антиокислитель, аскорбат натрия, перец красный. Масса, доля говядины по закладке 85,79. Один вопрос, как вы так точно вот высчитываете, что 79 даже в сотых. Ребята, ну вы уже ерундой занимает. Напишите там, больше половины содержит. Так, запах. Запах. Да, действительно говядина, однозначно. Ну, немножечко попались, тут вот беленькая такая какая-то прожилка, кусочек. Ну, не критически, нет, да, в основном, конечно, мясо тут, ну, 85 процентов, я думаю, есть, да. И юшка. Производит, сиет чудо, березовский мясо-молочно-кончервный комбинат, город Береза, Брайская область. Так, давайте сейчас сделаем срез для запусти, чтобы заторнуть. И начнем наш рассказ. О, по цене 8 с копейками рублев, да. Но минусы, опять же, были обнаружены. Ладно, давайте это типа израильской, яурейской. Мойша Джексон Берг. Так, запах. Хм, я бы сказал, классическая водка вообще. Что тут этот джадя странный такой. Ну, ладно, давайте. Ну, пока в комментариях там чесаните, кто в Израиле был, как там что с продуктами, а потом я своими познаниями поделюсь. Ребята, вот это вот классика, понимаете? Здесь, значит, я сейчас сделал первую. Ну, бывает и мягче, но вообще хорошо. Зашла первая хорошо. Никаких привкусов. Ой. Посторонних привкусов никаких ничего. Вот чистая вот именно водка, да. Нольщемка. Там, получается, были нольщемки вот такие и литрухи стояли. Литруха, ой, что-то не помню, 25 что ли? Что-то такое белорусских рублевых. Так, а что вы там в долларах, в комментариях просили называть? Ну, 19,5 рублевых по сегодняшнему курсу, если по 2,5 считать. Да, по 2,5, если рубля считать белорусских, то это получается сколько у нас? 4, 8 долларов. Ну, чуть меньше, там, 7,7,5 долларов за бутыльку нольщемки. Так вот, тепло до сих пор чувствуется. Ну, вот сейчас я давайте расскажу историю, потом будем по завядине нашей пройдемся. Вообще, я тут, конечно, сделаю сейчас умное лицо и расскажу. Загуглил, что в Израиле пьют. Ну, понятно, в Израиле там сейчас проживает очень много выходцев из бывшего СССР. И вот они в основном, да, любят очень водку. Ну, а так вообще, израильчане, как я погуглил, у них там ликеры разные, сладкие, популярные там все такое. И получается, они даже изобрели типа водку 96-97%. Ну, понятно, ее просто так никто не пьет, особенно израильтяне. Вот, но идет она, говорят, что если попробовать, очень мягенький такой у нее укус. И получается, ее используют для приготовления различных этих, хотел сказать, боршей. Не, не боршей, конечно же. Ну, тоже настойки разные, коктейльчики делают там, ну вот. Пиуко популярно там есть у них свое тоже пивоваренье. Красивый, правда? Безупречный баланс, эталон гармонии. Чуть перевеса туда или сюда. И вина, конечно же. Ну, и согласно вот этому их религии этой, бухать не запрещено, нет. Не запрещают в Израиле бухать, да. Так, предлагаю отрезать по второму кусочку. Давайте юшки, только щербану юшки. Ммм, рекомендовано, кстати, охладить. Так, вот юшка такая, ну да. Соленость в норме. Ну, ничего, конечно, фернацинада у ваших, да, почувствовал. Трохи вот соленость, да, немножко ненатуральная есть. Ну, так ничего, давайте этой кошерной наплюхаем. О, полторой. Я же сегодня, видите, вот у студии снимаю. Ну, потому что обстановка сейчас такая напряженная. Точно обалдеете от этой новости. Вы знали, что у короткобазовой Нивы двери идут с закруглением, а у четырехдверной приваривают уголок к двери? Это что за позорище? Вторая жестковата пошла, хлопцы. Жестковата. А вот ничего, вот ничего, молодцы в березе. Хоть с упаковкой вы троху, конечно, поднасрали, но ничего, хороша. Ну, давайте еще раз вот так распробовать хорошенечко. Ну, да. Завязаненько. Очень нежная, но в тоже время плотненькая. Жуется хорошо. Соли умеру. Двенадцать часов дня. У комнаты спит мужик. С пергаром просыпается. Вещь такой, ему чашка, все это болит. Ломит. Ой, медленно идет по калидору, проходит мимо попугая, поднимает одеяло из клетки попугая. Проходит на кухню, открывает холодильничек, достает пилко холодненькое с наслаждением его. Выпивает. Идет дальше по калидору, мимо попугая накидывает одеяло, плюхается у кровать и засыпает. Голос из клетки. Зашибись, день прошу. Ну, а мы продолжаем. Так. Третью наплюхиваем. Как-то шестью, шестью. Да, дед шестью. Ну ладно. Ничего, вот видите, какая цибуля у меня сегодня на моем огороде удалась. Во, пожалуйста. О, поглядите. Пять тысяч долларов за тонну могу продать. Американских, конечно же. Кому надо. Подлетай, не скупись. Заводись. Что-то аж у жара меня бросило. Хорошо согревает эта ваша кошерная горелка. Ну, а раз она такая кошерная, следующая история у меня для вас есть. Разговаривают православный батюшка, арабский, мула и еврейский равен о том, как они делят милостыню. Батюшка говорит, я рисую круг, подбрасываю монетки, что у круг упало, то мое, что за круг, то Богу. Арабский мула говорит, я тоже рисую круг, что у круг, то мое, что за круг, то Богу. Равен говорит, ой, так я просто подбрасываю монеты вверх, что Бог поймал, то его, что вниз упало, то мне. Лыжнем по-третьей. Я за кадром-то это потом уже распределю, что к чему. Ну, бачите, тоже урожай у меня на плантациях. Там у хранилища у меня сегодня. Ой, в этом году, знаете, что такая? Вот грибов ни черта нету. Ну, так, там-сам, пойдешь, нальешь два-три грибочка. Высушила, все. Все высушила. Тебе не матери. Так что я только, конечно, расстроен. Да, и походу, дождей-то не видится хороших, так что, наверное, не будет. Ну, огурки у Джеда Кондратьевича, вот. Еще зиму закусивать буду. Ну, за кошерность. Ой, вот сейчас третья трохи получше пошла. О, хорошо. Хорошо. Ну, что же. Давайте расскажем следующие выводы, которые хотел бы сделать Джед, между прочим, Степан Кондратьевич. Что касаемо вот этой непонятной водки из ГП Шумилина, которая 0,7-очка стоит 20 рублей. Ну, это получается, ну, это дороже, чем обычно, да. Непонятно вообще мне тенденция ваша. Упаковка непрозрачная. Плохо. Ну, водка все-таки должна быть бутылка классика, стекло. Ну, что-то... Ну, мы как уже привыкли, да. Цена непонятно, за что переплачивать. Почему тут этот дядя изображен с косичками у шляпы такой и у гетрах по колено. Мой еще Джексон Берг. Пуля грейд спилит водка. То есть, ну, как бы шумит... Дорогие мои, наш человек это не поймет. Я думаю, что это, скорее всего, обращено у вас на провал. Ну, время покажет, как говорится. Второй раз не возьму. Что-то непонятное. Есть дешевле горелка. Подчеркиваю, говорите правильно. Качественно. Горелка. Запомните, называется. Водка это там. В сторону от Беларуси. У нас качественно, говорит, горелка. Вот так. Вот эта вот баночка березовская, в принципе, содержимое деду понравилось. Только вот, конечно, трохи вы все равно дермише наплюхали. Умудрились. Да. Укусно. Такое вот мясо приятное, насыщенное. И режется хорошо. Но упаковку, опять же, подвела. Вот я думал, что все будет хорошо. Что не будет такого, как у Браслова и у Орши. Думал, что тут и ключик, все инструкции стоит завернуть. Ребята, он просто не завернется. Тут настолько запаяно. Настолько запаяно, что я даже открывашкой не смог ее подковырнуть. Малый объем и хвостик просто не цепляет, дорогие мои. Троху вы тогда не запаиваете, что ли, чтобы можно было завернуть на ключик. Все. Вот. Ну, а так, интересно. Цена хорошая. 8 рублей. С копейками там. За пол-полкило завядины практически. Ну, это хорошо. Да. Это вот, смотрите, можно вот так вот режете. О, кусочками. Тоненько вот так. Вот. А если охладить, оно будет как с холодцом. И на черный хлебушек. Да с лучком. Ой, красота. Хорошо, ребят. Молодцы. Но троху все равно. Ладно. За Диармишу уже балл не буду скидывать. 8 баллов заслуживает. Цена приятная. И, ну, хорошо. И много мяса. Да. Действительно, много мяса. Заборозовский. Мясо-молочно-карничевный комбинат. Деда сегодня рад. Складно получилось. Ну, что ж. На сегодня мы с этим замечательным собаками с вами откланиваемся. Обязательно подписывайтесь на канал. Не глядите на халяву. Сами понимаете. Мой же Джек Санберг не любит, когда это посторонним на халяву. Он любит, когда еще распределено качественно. Это мне, это еще раз мне. Дорогие мои человеки. Ну, все. Катайте огурчики. Смотрите Деда Кондратьевича. Пишите комментарии. Делитесь роликами обязательно. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok